Издательство Эксмо. Татьяна Салимова, девушка на выданье. Как создать отношения мечты. Пусть эта книга станет твоими крыльями. Предисловие. Моя дорогая, перед тобой моя воплощенная мечта. Та книга, в которой я сама когда-то сильно нуждалась. Если бы я могла вернуться в прошлое и передать эту книгу самой себе в 16 лет, ты не представляешь, сколько наломанных дров осталось бы целыми. Как же так получилось, что в одной из самых важных сфер в жизни женщины мы остаемся необразованными? О построении отношений нам не рассказывают ни мамы, ни бабушки, ни школы, ни институты. Неудивительно, что, вступая в отношения на обум, как попало, мы получаем, какой попал результат. И, судя по статистике разводов, приводит он в противоположную от счастливых и крепких семей сторону. Всем сердцем верю, что чем раньше ты прослушаешь эту книгу и почувствуешь ее на уровне сердца, тем больших ошибок в будущем сможешь избежать. Но, даже если тебе далеко не 16, а за спиной пара неудачных браков, у тебя не меньше шансов создать здоровые, гармоничные отношения. Моя книга вовсе не о том, как удачно или быстро выйти замуж. Она о возвращении к самой себе, тому наполняющему внутреннему состоянию, из которого ты сможешь создать счастливый, долгосрочный и синергетичный союз с мужчиной, где 1 плюс 1 равно 11. Или даже 1111, как говорит мой супруг. Было ли у тебя так, что ты читаешь какие-то строки и чувствуешь озарение? Обалдеть! Точно! Согласна! Да я же это когда-то знала! Это явление называется воспоминанием души, или по-другому анамнессис. Это означает, что к этим мыслям ты уже когда-то прикасалась, и эти знания уже есть внутри тебя. Ты их просто вспомнила. Не удивляйся, если такое с тобой произойдет при прослушивании этой книги. Все ответы уже есть в тебе. Моя задача напомнить тебе их через свой собственный опыт. Все сказанное здесь – выжимка моих исследований и реализованных знаний в области построения отношений за 7 лет до встречи с будущим мужем. Эта система подкреплена опытом уже больше 50 тысяч участниц нашего проекта о создании счастливой семьи. Пожалуй, схема «глубоко изучать», «фильтровать», «внедрять в жизнь», «делиться» наиболее точно отражает мою деятельность. В 16 лет начались мои духовные поиски и встреча с первыми книгами по психологии отношений. В 21 год, после тяжелого разрыва и штампа о разводе, я с новой силой погрузилась в изучение всевозможных, современных и древних источников знаний о построении отношений и создании крепкой семьи. Если мне что-то интересно, я погружаюсь в эту тему с головой, пока не докопаюсь до сути, не проверю все на собственном опыте и не получу результаты. Фильтром всей входящей информации было мое сердце. Я интуитивно знала, что можно привнести в свою реальность, а что нет. Постоянно спрашивала себя, а подходит это лично мне, и наблюдала за ощущениями внутри. Кстати, возьми на заметку этот прием при возникновении сомнений. За свой счастливый незамужний период я сходила больше, чем на 150 свиданий, на которых с любопытством применяла все изученное и раскрытое изнутри на практике. Я вела дневник, куда записывала, чему научил меня каждый мужчина. Большинство моих свиданий по общепринятым меркам можно считать неудачными. К счастью, далеко не все перезванивали мне после первой встречи. Но именно на таких свиданиях я обрела бесценный опыт, которым было бы преступлением не делиться. От свидания к свиданию я все ближе знакомилась с самым важным человеком в моей жизни — с собой. С собой обновленный и, наконец-то, верный себе и своим стандартам. Всех незамужних девушек, соединившихся с собой, я с любовью называю девушками на выданье. Этот термин впервые пришел ко мне, когда после помолвки я начала писать статьи в своем блоге для девушек в поиске отношений. Меня настолько переполняло ощущение «вот это да, у меня получилось реализовать все то, что я столько лет изучала, что я просто не могла не делиться». Мне хотелось всему миру рассказать о том, как, вернувшись к себе, можно встретить мужчину мечты и создать с ним счастливый синергетический союз. Написав свою первую статью, мне нужно было придумать название хэштегу в Инстаграм, по которому мои читательницы смогли бы отыскать все статьи на эту тему. Ответ пришел практически мгновенно. Хэштег «Тати» нижнее подчеркивание «девушкам» нижнее подчеркивание «на» нижнее подчеркивание «выданье». Сердце ликовало. Это точно оно. Ммм, а классно звучит. Оставлю. Так и прижилось. Сейчас под этим хэштегом можно найти больше пятисот моих статей. Через три месяца после свадьбы, когда я уже носила под сердцем нашего первого сына, родилась первая версия онлайн-курса «для девушек на выданье». А затем этот термин перекочевал в само название нашего образовательного проекта. Важно понимать, что у понятия «девушка на выданье» нет идеи быть непременно кому-то выданной. «Девушка на выданье» — это просостояние и знание. Состояние наслаждения от самой себя, своего счастливого незамужнего периода и знание о построении здоровых отношений, ведущих к гармоничной и крепкой семье. Ей может быть от 16 до 99, не важен также багаж за плечами. У нас в проекте сформировалась целая концепция счастливой ДНВ, смысл которой я буду раскрывать на протяжении всей книги. «Моя система знаний о построении отношений имеет нравственную основу и строится на принципах любви, уважения и доброжелательности к человеку. Также в моей картине присутствует Бог, Создатель, Творец или нечто высшее, непознанное и бесконечно прекрасное, с чем мы все непрерывно связаны». Когда я встретила мужа, у него случился разрыв шаблонов. Он долго отходил от шока, потому что думал, таких женщин давно не существует. Я же была уверена, что наше первое свидание однозначно окажется последним. Мы поженились через полгода после знакомства с ясным и полным осознанием своего верного выбора. И сегодня, с каждым днем, я чувствую, как наша любовь и бесконечное уважение друг к другу только возрастают. И это не случайность. Это следствие определенных причин, которые мы сами себе заложили в период свиданий до свадьбы. Когда мы создали семью, внутри меня возникло совершенно четкое ощущение поделиться всем накопленным и, главное, реализованным опытом. Даже наворотив гору ошибок в прошлом, возможно создать здоровые отношения и крепкую счастливую семью, используя знания и свою интуицию. Выдыхай, я прекрасно помню, каково это. Считать, что со штампом о разводе я никому не нужна. Вздыхать у окна в ожидании звонка от своей судьбы, которой на тебя наплевать. Считать себя недостаточно красивой, женственной, умной и постоянно сравнивать себя с другими женщинами. Соглашаться на самые дурацкие свидания, о которых без слез и смеха не вспомнишь. Эмоционально привязываться к первому встречному и быстро сближаться. Чувствовать себя недостойной цветов и ухаживаний. Искать на каждом свидании мужа. Ну и по классике жанра бояться остаться одной с десятью котами и богатым негативным опытом в прошлом. Мой путь к себе своим истинным стандартам и ценностям занял больше семи лет. Я утвердилась в себе, сблизилась с богом в своем сердце, научилась выбирать мужчин и разумно строить отношения, закладывая прочный фундамент на будущее. Хорошая новость. Твой путь может быть гораздо короче. Название каждой главы — ироничный вредный совет, совет наоборот, который выполнять, разумеется, не нужно. А вот содержание глав — уже серьезная пища для размышления. Наверняка ты знакома с книгой «Вредные советы» Григория Остера для непослушных детей. Так вот, когда я смотрю на типичные проблемы женщин, читаю письма с историями разводов и неудач в отношениях, меня нередко посещает мысль, что где-то в мире реально существует негласный сборник вредных советов для девушек. Только без пометки, что советы — вредные. Что уж там. Я и сама делала все в точности, да наоборот, за неимением знаний и положительного опыта в построении здоровых, гармоничных отношений. Наверняка и в твоей жизни тоже были советы, прислушавшись к которым, становилось только хуже. На основе собственных исследований за три года работы с женщинами я собрала самые вредные советы по теме построения отношений. Именно эти вредные советы, как правило, ведут в прямо противоположную сторону от счастливых и долгосрочных отношений, которые мы все хотим в своей жизни. Пусть все, что ты услышишь здесь, станет для тебя твоим чистым листом для твоего собственного опыта в будущем. Прямо сейчас в твоей жизни происходит что-то очень важное. Возможно, эту книгу ты сама послала себе из пространства, где нет времени, чтобы ты приблизилась к пути своей души. С любовью, Тати. Субтитры создавал DimaTorzok